всем привет мои хорошие вы думали я все не тут то было я собираюсь командировку нет в этот раз я собираюсь не в командировку в больницу и я хотела вам кое-что показать рассказать потому что нужно взять те вещи которые нужно нужно не забыть то о чем вы может быть даже и не подумали и конечно лишнего брать не надо поэтому я путем как бы организации себя и просмотров всяких видео начиталась я вот я кое-что тут собрала я хочу вам просто показать я сегодня уж вот так как есть вы меня извините пожалуйста вот потому что мне как бы сами понимаете не до этого нужно нужно конечно это для тех особенно женщин которые но и для мужчин которые проходят операцию на абдоминальную полость где им после этого будет трудно нагибаться какие-то вещи нужно учитывать и подготовить заранее шифонере вот эти полки да я одну из полок сделала специально для вещей которые мне пригодятся здесь у меня стерильные бинты антибактериальные всякие эти самые салфетки это для так сказать слабительное на случай не по ненужных всяких запоров там мало ли что абдоминальной операции этим как бы последствий такие есть вот и держать это на таком уровне где вам не нужно нагибаться и чтобы не тревожить ваших ближних конечно нужно заботиться о них тоже потому что у них нервное напряжение и стресс под самый потолок и по без всякого повода конечно не беспокойтесь если что вы можете сделать сами вы можете сделать сами так вот насчет сбора здесь так вот разложила все сейчас мы постельное белье будем менять все равно вот я я сделала список и список я брала от как бы из сайта his this is this это специального для женщин которые проходят через этот но здесь как специально для женщин здесь один только элемент это трусы хлопчатобумажные побольше размером на пару размеров побольше и все остальное как бы она подходит для любых сборов в больницу для любой цели так вот bolster piece bolster пила это подушка такая для тела я ее решила не брать американцы везде пишут что вот надо это самое вот мы купили и и она меня будет ждать здесь вот потом есть такая штука нужно не забывать что губы сохнут после операции очень хорошо взять бальзам какой-то без всяких там добавок вот у меня два я очень люблю вот этот тири бальзам для губ и вот такой я купила простой там за два фунта что ли в этом вылка я их возьму просто чтобы так но не обязательно было там губы смачивать постоянно а чтобы был как бы вот это идет сюда потом обязательно если у вас длинные волосы такие резинки для волос я делаю такую как ананасик наверху вот и с ним идем мы в операционную с головой с такой вот потом кто-то сказал что беруши вот такие вот маленькие штучки я взяла потому что бывает что иногда какие-то беспокойства если вам только удастся уснуть может быть где-то что-то вас разбудит то есть вот это как бы она конечно уменьшает шум вот еще один бальзам не знаю зачем вот еще что еще было написано что шампунь и кондиционер вот я беру маленькие такие это конечно из отелей как вы можете догадались с командировок с моих маленькие маникюрные ножницы крем для лица беру на день и на ночь когда уже можно будет после операции там на следующий день может быть вот и для глаз крем конечно же зубная щетка зубная паста я беру такую маленькую вот потом я еще взяла обязательно сиром для красоты это как же без этого вот значит такая штука ричард их называет чеши меня чеши меня это такая штука мы купили в нью-йорке какая лопаточка такая оказывается очень нужно это вот я ее купил потому что мне очень просто понравилось а иногда на самом деле очень помогает она вот так вот вытягивается и можно чесать спину если особенно вы лежите на спине долгое время то это может быть может быть очень не пригодится я не знаю посмотрим вот пилочку для ногтей я обязательно беру конечно же очки потому что это не почитаешь и не по я возьму несколько пар как всегда вот потом что еще вот такой вот зеркальце конечно минимальный макияж я возьму у меня будет другая сумка вот это духи для хорошего настроения тоже когда я начну очухиваться когда в состоянии уже буду что-то соображать обязательно я беру простые наручные часы чтобы было хорошо видно в любое время вот еще что здесь это вот будет маленькая косметичка минимальная вот для именно просто карандаш там чтобы глаза обозначить карандаш для бровей я тебе переделаю потом пересортирую карандаш для бровей карандаш для глаз может быть и все и и никаких остальных тонаков конечно тональных кремов ничего просто чтобы было видно когда заходишь палату где у меня глаза то все бледно это ужас вот теперь что charges зарядки для телефона я не знаю зачем я две взяла не практически одинаковые вот я их беру и наушники хорошо что эти наушники вот эти новенькие сенькины от нового телефона они подходят для айпада и для телефона вот айпад я загружает ричард там нетфликс мне у меня amazon prime чтобы фильмы смотреть так это зарядки это все такие дела обязательно вот такая бутылка я об этом много читала что да там дают вам стакан воду наливают дают эту трубочку здесь ничего не прольется вот если даже вы ее уронили она довольно высокая вот и пить из нее как бы не нужно наклонять многие говорили что это буквально вот спасение вот а вот так вот она закрывается вот ее можно и даже к халату привязать если хотите что еще я сделала значит здесь у меня дезодорант чуть-чуть там по списку дезодорант это у меня macbook это смотреть фильмы но еще айпад я возьму заколка для волос вторые наушники не знаю какие будут удобнее такие большие или маленькие жвачка значит где-то я читала что врачи рекомендуют что но не сразу же конечно после операции а когда вот особенно на затруднение с кишечником там перевариванием и так далее когда если пожевать немножко жвачку то она как бы сообщает организму сигнал что переваривание начинается и там начинается какое-то телодвижение внутри то есть это может быть может поможет значит вот такие вот я купила это специального для этой операции такой пояс поддерживать живот чтобы как бы но он держал мне сказали что это дело поможет а вот еще одни какие духи еще одни для другого настроения может быть посмотрим как вот что еще трусы размера на два размера больше я купил но вот я их не все взяла я выложила часть и потом что я еще беру здесь вот я сшила себе такой вот как халатик такой домашний домашний такой платье который я давно хотела кстати просто вот взяла за выходные сшила бантики даже прилепила вот такие вот пуговички вот это стопроцентный хлопок легкий он очень для того чтобы там вот ходить ходить пока тренируешься ходить что еще антибактериальные салфетки у меня еще там есть надо взять и протиралку для очков тоже взять потом что это зарядка для мака щетка для волос сейчас посмотрим еще по списку что-то я наверное забыла так тапочки ночная рубашка сейчас ночную рубашку дошью делаю красивую потом что резинки для волос щетка для волос дезодорант крем для лица лосьон я не взяла телефон и зарядка это как бы обязательно потом macbook и charger это маленький компьютер и зарядка потом tom sharp next book я не буду тома шарпа брать потому что я смеюсь а смеяться будет больно я возьму чего-нибудь другой она буду фильмы смотреть сам мейкап это значит немножко совсем макияж пинцет для бровей носки не знаю я нагибаться не смогу ричард будет надевать халат razor blade не нужно для тех у кого операции на те органы тела где есть волосяной покров там они сказали что нам сказали бриться нельзя потому что на всякий случай если будет какая-то инфекция они если что нужно они сделают сами chewing gum hand cream крем для рук и пелочка для ногтей ну вот и все вот я этот список вам опубликую мало ли чего кому-то надо кроме чешей меняра я это уберу конечно потому что это как бы личное смотрите сами может быть просто щетку вот вот в общем то вот такой небольшой набор что мне сказали что значит они попробуют сделать лапароскопическую то есть кихол и зависимости от того как пойдет но поскольку в этом госпитале это частный госпиталь для тех кто вот проходит через такие операции они этих пациентов всегда кладут в реанимацию интенсивную терапию там будет у меня отдельная своя личная медсестра больше она никому не будет только ко мне за мной ухаживать целые сутки а потом переводит в одну в мою собственную комнату опять же отдельная вот и там буду я две ночи то есть скорее всего меня выпишут в субботу а если будет абдоминальные открытые операции то добавляют еще один день то значит выпишут в воскресенье вот конечно я очень сильно сомневаюсь что я буду какие-то видео делать но но вообще-то я не сомневаюсь вообще-то наверное я буду вы меня знаете потому что я это люблю у меня сразу поднимается настроение у меня сразу как-то уверенность в себе появляется и вы знаете я ужасно боюсь я боюсь ужас как передать не могу как я боюсь вот я боюсь что да и что они найдут я боюсь конечно же как у меня будет все заживать потому что я девушка не совсем как бы худенькая сухожильная сами знаете вот и как заживление процесс пойдет но в общем там они на этом специализируются как раз и это специально вот я уже вам говорила что я в хороших руках гинеколог этот это личный гинеколог королевы и королевской семьи и я как бы совершенно спокойно что то что они надо сделают они сделают я конечно боюсь сам вот период заживления я совершенно не боюсь наркоза потому что это как раз закрыл глаза открыл сразу такое чувство хоть даже там четыре часа пусть они делают вот на самом деле я переживаю насчет гистологии там результатов ну это я буду знать через примерно неделю но вот мои хорошие пока если завтра что я интересное в госпитале увижу я вам засниму а нас это просто очень хорошо отвлекает я так люблю youtube я вас так всех люблю мои хорошие я обязательно выздоровлю и я вас буду дальше развлекать чем могу как могу рассказывать всякую фигню рассуждать косметику надо вообще как бы перетрясти посмотреть что новое давно не была в магазине мозги совсем не тем заняты сами знаете все сосредоточено на матке вот поэтому когда все это решится то конечно я думаю что я вернусь в нормальной жизни ну все пока до связи если удастся завтра увидимся до операции а если нет то уже потом ну пока пока до конца еще